Здравствуйте дорогие друзья, начинаем с небольшой задержки видеозаписи, ничего вы не пропустили. Сегодня играет Голосеева и команда Стельмах. В составе команды Голосеева Анаприенко Ярослав, Порценко Евгений, Ломонос Виталий, Бойко Валерий, Петрицкий Анатолий, Вайтушенко Андрей, Шельженко Сергей, Винатенко Александр и Дима Андрей. В составе команды Стельмах Лунин Александр, Перфилев Никита Тандюк Владислав, Нинов Денис Вавринюк Роман, Смитюков Михаил Селющенко Сергей, Орлица Юрий, Пугач Константин и Чухлеб Дмитрий. Такие сборы сегодня от нашего коллектива, от наших двух коллективов, правильно так сказать. Ну, я хотел бы отметить, что Лига достаточно сильная. И Голосеева, и Стельмах, я думаю, что будет цепляться сегодня по максимуму за результат именно конкретно уже с этого матча. Ранняя игра 10.55 на часах, сейчас уже в 11.04. Суть не меняет. Тело еще не полностью проснулось. И кто лучше подготовился, кто лучше разнался, наверное, тут лучше и выглядеть будет, Нинов. Попытка убежать от Войтушенко Андрея, тот максимально внимательный. Повринюк отыграл Перфилева. Повринюк, высокий прессинг от Войтушенко. Повринюк ставит корпус. Не сыграл до конца надежно. И шанс был у вас с восьмого номера забивать только что. Петрицкий. Анатолий поставил корпус. Бой сам назад. Бойка. Обтучал с Ломоносом. Снова Бойка в зону такую сработает, я бы так сказал. Отдает передачу. Наверное, даже больше. Не сработает вообще такую. Попробую поборить. Нинов. Мне кажется, Денис сразу хочет развернуться и обыгрывать. И не всегда это становится неожиданностью для соперников. Ломонос переводил на Петрицкого Анатолия. Главринюк. Перфириев. Стальмах не спешит. Хоть и контролирует мяч в этой встрече. Они больше видят, что встречают на своей половине поля в соперниках и пытаются сыграть поосторожно. Хороший шанс, но не только было. А на Приенков бросил мяч Петрицкий, Бойко. Классно обыгрывает Бойко. Вот таким образом передача доходит до 8-го номера. Лунин фиксирует и тут же вбрасывает. Есть шанс против двоих попробовать счастья, тем более не обрезов, потому что все-таки вся часть коллектива была сзади. За спиной у Дмитрия Чехлеба. Новый заявленный игрок на зимний сезон от команды Стельмах. Есть хорошая справа зона, вот отлично воспользовался передачей. Но там до конца опекал его Нинов Денис, поэтому, конечно, обыгрывать нужно было с первым касанием. Это непросто. И Садженко Сергей попробовал, не получилось. Нинов Денис. Нинов переводит на право. Челеченко как мог ставил корпус, немножко позволил себе там выставить руку, локоть, если предельно точно вещать на эту тему. Но Садженко сближался с игроком, и от этого возможность передачи против Дима была непроста. Сатурн – футболист, 24-й номер. И, конечно, перехватывать ему всякие такие пассы в недодачу куда проще, нежели на более низкорослой. Селеченко, Нинов. До пугача Константина передача очень-очень вяло катилась и не дошла в итоге. Дима. Андрей Дима. Шульженко. Мало открывающихся зон, но вот возможность была. Много перемещались, и Голосеевы едва ли не заработали. Как раз вот эту свободную зону, которая так нужна коллектива. Вынос мяча от Муприенко Ярослава. И аут у нас для Астельмаха. Пугач Константин. Ну, такие удары для Лунина – это, будем так говорить, комфортное условие в апартаментах. В апартаментах. Роценко попробовал снова убежать. Помним мы его с зимнего предыдущего сезона. Играл за Долосеева. Смедихов. 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 Классный пас находит Смедихов-Носелищенко. У того трудности с приемом мяча и не пользуется таким моментом. Как говорится, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Вот, наверное, если бы ожидал от партнера такой идеальный пас, чуть бы получше подготовился. 13 номер, а так... Есть большое количество брака у нас с обработкой мяча и у одной и другой команды. Тем не менее, третий фолл от Суто Эльмаха, судья, лишний раз обратил на это внимание всего за 8 минут матча. Мячуков. Ну, что в борьбу для Пугача это была передача. И вот это уже ближе к делу, мне кажется. Вот Евгения Проценко. Более сильный удар, скорее неудобный. Ближе со штангой. Пугач! Вот так быстро и легко дали возможность пробить Константину Пугачу, тот забивает. День свободного пространства Лноманош сыграл на бойко, и после этого мяча пустили Голосеева. Правда, сейчас он вернулся к ним, забавным образом, в виде аута. Класс! Классно, Петрецкий Анатолий пробирается. И что творится там возле ворот? Я не знаю, как это комментировать, но это однозначно попадет в забавные моменты этого тура. Просто мега-супер момент. Ой-ка! Отлично левша подловил на движении. Таким легким черпачком пробросил дальше. Прямо от у нас. 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 Разлучалось не столько, мы продолжаем дальше. Петрицкий. Отличная обработка мяча. Перебой в правее. Бойко, сразу, есть комбинация, есть завершение. Бойко отдает голевую, перетащик Ломонос забивает. Ломонос витали. Шанс для Стельмаха. Я напомню, три фола у нас у Стельмаха. Спасибо. Да. Теперь четыре фола у Стельмаха. И это пятый командный фол, друзья. Вот так. Очень быстро происходит событие. Руслан, желтая карточка? Желтая, седьмой. Стельмах. Ой, седьмой. Семнадцатый. По внимательнее. Орлица. Семнадцатый, с семнадцатым нету седьмого. Седьмого, да. Седьмого, седьмого. Спробная попытка ударить со штрафного. И в стенку удар приходится. И мяч вылетает за пределы. Вот так на выдох играет Орлица. Петрицкий. Анатолий Петрицкий на центр. Бойко. Пугач. Смятюхов. Выдавливает просто прессингом сейчас. Гласеева чуточку такого впечатления находит подход к сопернику. Крышка. Опа. Бойко. Ломонос. Пугач. Константин Подвижный. Тут и там отрабатывает отборы от Петрицкого. И у Проценко, как я понимаю, Евгения. Вернее, Вайтушенко Евгения. Собрал мяч. Быстрая комбинация. И Бойко реализовывает второй мяч. Пока были споры. Петрицкий Анатолий отличную голевую передачу отдает. Еще один забитый мяч. Вайтушенко Анатолий тут был. Я их путаю немножко по статуре. Пока номер не увижу, еще до конца не изучил. Вот это раз Вайтушенко играет и фалит. Вот он здесь. С него все-таки. Желтая карточка для Вайтушенко. Будем честными, фалить тут надо. Нинов. Достойная похвалы судьи, которые не реагируют на крики, а судят то, что видят. И сейчас у нас борьба за мяч. Анатолий. 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 Ломонос на Бойко. Абжеперехват. Удар сваливается у Андрея Вайтушенко. Петрецкий. Анатолий классно сбрасывает на Бойко, но под правую ногу, поэтому удара мы не увидели. Да разыграли эпизод, Луниен смело вышел, зачем-то хотел больше движения от команды своей, а они, честно говоря, не отошли полностью. Не выдохнули от атаки соперника, которая была буквально секундой ранее. Ну и весьма неожиданно мог бы и обрезать этот мяч, а там было бы куда опаснее. 2-1, я напомню, Голосееву выигрывают. Мы близимся к завершению первого тайма. Еще есть полноценные три минуты, так точно. Нинов. Чуть неосторожно здесь действовали в защите стельма. Луниен. А нет поддержки впереди. Мало открываний. Больше за счет каких-то индивидуальных обыгрышей такое впечатление стараются освободить зону, нежели как-то передернуть, открыться. Неудобный соперник для Голосееву стельмах. Ну и не могу сказать, что для обеих команд это легкий матч. Это точно не легкий матч. Приходится работать сейчас. Пас вроде бы изрячий от Дима, Андрея, Луниен. Нужно переводить влево, но не такой пас явно отдавать. Это опять же рискованно. Там помягче, поспокойнее нужно. Снова Луниен. Друзья, это вторая передача, и судья в поле, поэтому разыграть свободно не получится уже. Банально просто не с кем было это сделать. Банально просто не наук. Интересная попытка в виде удара Скорпиона обработать эту передачу, но уж очень высоко мяч шел. Луниен, вот есть пространство, можно врываться. Но Вреню потихонечку пробрался. Даже пас отдать смог, комфортный, комфортный, на который смог и успел откликнуться Нинов Денис, угловой удар есть как результат для команды Стельмах. Вот были бы проблемы у Анаприенко, не видно удара было из-под игрока от Тандюка Владислава, но, правда, защитник на помощь пришел и выручил свою команду. Еще один был угловой, еще такой, наверное, все же назовем его не опасный удар. А вот это еще одна попытка от Вавренюка. Классно. Мяч в сторону дальней штанги покатился, так вращающийся образом вращающийся. И вот он, свисток о завершении первого тайма, друзья. Мы немножко отдыхаем и ждем второй. Спасибо. 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 Какой пас вырезает! Ой-ёй-ёй-ёй! Это мог быть очень-очень симпатичный мяч. Петрецкий! Есть отбор! Всё ещё долго вот так Дмитрий Чехлеп был с мячом. При этом опасен, на самом-то деле. Чехлеп! И снова Дмитрий. Ну, утомили уже одиннадцатого номера. Можно, на самом деле, и случайно и травму получить от усталости уже. Бойко! Решил с правой ноги нанести удар, попробовал. Почему нет? Это... Что ты мог тут делать? Дядяка, какой! Мне большой шурманей. Возьми на поле. Давай. Войтушенко отыграл назад, Петрецкий обрабатывает передачу Ломоноса и идеально пробивает. На самом деле, вот это мячи Анатолия Петрецкого. Что тут говорить? Нинов. Что, хлеб? Нинов. Близки к забитому, но, тем не менее, не получается второй мяч найти команды Стельмах в этом моменте. Разыскать. Но наработать уже явно получилось. Как по мне. Генов. Не ожидал такого подарка. Петрия. Чухлев. Петрецкий грамотно отыгрывает. Бойко. Очень сильный удар получился, но не на 100% точно в этой ситуации. Пугач. Константин Пугач. Сейф от голкипера. Не до конца он там получился этот сейф. Ломонос досейвил, если так можно сказать, простите. Вот такие слова. За головой себе позволяет бить чехлев. Дмитрий Нанинова. Бойко. Бойко. Отключались Голосеева. Хой-то сохраняет мяч по правому флангу. Далековато от него Петрецкий, поэтому решает отыграть назад на Ломонос. Ильфилев. Есть отбор. Чухлев. Убегает Дмитрий Чухлев. Но вот тут пас лучше отдать, конечно. Пугач, Константин. Вся команда Стельмаха сейчас вышла со своей половины поля. Ну, честно говоря, такое впечатление, что удача сегодня не со Стельмахом. Петрецкий, Анатолий. Классно отыгрывает пяткой, но чуть бы сильнее, и все было бы идеально. Много борьбы сейчас в центре поля Нинов. Сметюков борется. Ну, нет, это скорее отдал мяч команде Голосеева. Хотел, наверное, как-то сохранить для своих. Голосеева продолжает разыгрывать. Суду ваши желтые. Голосеева. Голосеева. О, Беларуга. Воспал. Порядка. Воспал. 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 Лунин. Вроде бы и хотел сбросить. Нас Митюхова эту передачу горблится. Как ни старался, но контроля и качества передачи здесь явно не хватало. Константин Пугач. Классно уходит вправо. Бить можно. И реализовывает Пугач. Константин второй мяч. Реализовывает. Дубль. От Кости. Идея. Интрига жива. Для ее обеспечения жизни. Константин уже сделал часть работы. Пугач. Десять минут еще впереди играть. Я думаю, на еще одну сменку выйдет. Пугач. Какой-то хладнокровности не хватает по сравнению с Голосеево команде с Тельмах. Именно за счет этого, мне кажется, у желтых есть превосходство в счете. Я, конечно же, со своей стороны могу ошибаться. Вы сами прокомментируйте, если считаете, что это не так. Но, тем не менее, часть, наверное, большинство игроков играет очень-очень импульсивно. Быстро принимают решения. И на фоне вот этих быстрых принятий решений нету какой-то идеальной слаженности. Вавреню классно отрабатывает. Аккуратно при этом. славокровще. Грошко. Назад, назад, назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бавренюх, Смитюхов, Горлица. Юрий постарался обыгрывать, не получилось. Диана Сергеевна, Евгений Нашельженко. Как хорошо бегает 21-й номер. Селиченко, слабый Диагон Липас, но кто бы мог подумать. Проходит Данзи. Новая Вринюка. И как проходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лунин. Селиченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Петрицкий, Анатолий Петрицкий. Сильный удар. Орлунин там всеми возможными способами уверенно хотел отбить на 100%. Поэтому перед собой так мяч отскочил. А вот здесь какой момент для Голосеева? Что происходит? Это мы запишем. Однозначно фанни момент. И, друзья, у нас тайм-аут. Таня, Таня, вот скажи, а у тебя есть флешка или вот короб для флешки? У меня микро-СД, она целая и именно запасная. Ага, а ты могла бы потом по возможности принести? У нас просто вышло из строя тут короб. Игорь, покажи. То есть маленькая цель, маленькая работа, это что? У тебя сам короб есть вот такой? О, вот такой короб. Супер. Ну, уже как по возможности. Но это было бы идеально, да. Чтобы интервью брать, чтобы не менять камеру. Спасибо. Не, так высовывается та маленькая часть и вставляется в короб. Да, просто пластик. И все. Сама флешка топовая. Лунин. Извините, что отлучался, друзья. Пугач Константин. С черпачком. Надежно и хороший сильный удар, но не точный. Ломонас. Ломонас. Примерно похожий момент и от Голосеева. 1-1 по моментам, а счет-то не изменился. Ломонас. Ломонас. Далеко, не точно бил Ломонос Но Лунин на всякий пожарный Решил подставить руку И такой низкий, неудобный удар Такие мячи фиксировать крайне сложно Снова Лунин Генов Сильный вброс Приемте, Бойко Павренюк Снова эта передача не проходит Тут же нужно возвращаться Бойтушенко Такой достаточно открытый футбол у нас Атлетический Больше похоже на английский Бойко Пугач Константин Пугач Решил обыгрывать И это весьма было бы хорошо Если бы это получилось В Орлице Генов Хорошая верховая передача Есть момент Чухлев В штангу попадает Дмитрий Чухлев Петрецкий Нинов Денис Нинов Константин Пугач Есть пространство Не идеально себе пробрасывает Вторым касанием Чем дает пол Андрееву и Тушенко побороться за мяч Тот сделал то, что нужно было Где-то сейчас, мне кажется, физически подуставать Начинает команда Голосеева Но Петрецкий Анатолий На лидерских качествах Врывается во фланг Отыгрывает точно на Бойко Хороший перекат И после Непонятная ситуация Это усталость, друзья Мне так кажется Нинов Молодец Судженко Нинов Уже сзади есть опека Селюченко Нинов Неприенко Бугайчик, Константин Бугайчик. Супер шанс у Кости забивать. И, наверное, вот он момент, когда мог делать хэт-трик. Это не получилось. Отрабатывает Чухлеб Дмитрий уже и в защите. Лунин выручает. Проценко. Лунин. Ненов. Ненов. Галилия. Обувь даже у Дениса Ненова в момент фола. Очень рядом были к тому, чтобы забивать. Но в таких ситуациях, когда обувь завязывал Ненов Денис, нужно было попросить на самом деле у судей должной паузы. Потому что это могло плохо закончиться. Ох, неприятнейший фол, друзья. Денис пробежал какую-то дистанцию, а потом все-таки понял, что боль невыносимая. И я вам скажу, что так и травмы можно получать. Лунин. Ой, как далеко от ворот. Бойко. Бойко. Снова Бойко. Лунин. И это победа команды Голосеева 3-2 с минимальным преимуществом в этом туре уходит команда Голосеева. Спасибо.